Привет, меня зовут Дмитрий Попов, и это серия лекций, как снимать кино. Сегодня я расскажу, что в моей сумочке. Звучит как бред, верно? А вот и нет. Дело в том, что в последние дни я, кажется, посмотрел слишком много популярных видео на ютубе. И пришел к выводу, что миллионам людей интересно, что носят в сумках никому неизвестные девочки. Но не волнуйтесь, я сегодня буду говорить не об этом. Вернее, не совсем об этом. Когда вы собираетесь на съемку, вы наверняка стараетесь взять с собой все ваше оборудование, мало ли что пригодится. Я хочу рассказать, как этого избежать. Вот мой рюкзак для съемок. Да, это совсем небольшой рюкзак, и много туда не напихаешь. А значит, берем только самое необходимое для конкретных задач. Вы можете спросить, почему я не таскаю большой рюкзак с кучей всего. Все просто, опыт показывает, что в большинстве случаев в этом нет необходимости. В этом отделении располагается фотоаппарат с объективом 17-40. Этот объектив подойдет как для репортажной съемки, так и для использования его в качестве широкоугольника. На 60D, к сожалению, из-за кропа 17 превращается в 27 мм. Но все же это широкоугольный объектив. За вот этими заслонками вмещается дополнительный аккумулятор и зарядник. Во втором отделении я ношу лидирующий по мимимишности объектив. Но нужно же вставить какое-то женское словечко, раз уж я про содержание сумочки. Итак, это 50 мм 1,4. Он из-за кропа превращается в 83 мм, а значит, становится портретным. Тут должен пояснить, что 50 мм, хотя на него больше всего снимают портреты, не портретный объектив. А 80 и 100 мм это как раз портретники, потому что сильнее преломляют перспективу и делают лицо красивее. Не рекомендую вам брать с собой телевик, например, 70-200, если предполагается съемка в помещении. Вы просто не сможете отойти на достаточное расстояние. А для очень маленьких помещений лучше запастись сильным шириком или фишаем. Ну и второй предмет, который я всегда ношу с собой, это штатив Манфрота. Это классическая тренога и, должен заметить, довольно тяжелая, со сменной головкой. То есть штатив продается без головки, ее вы покупаете отдельно. У меня остановлена механическая видеоголова. Что мне очень нравится и что я встречаю у коллег довольно редко, так это петелька на площадке. Более чем 70% площадок, по крайней мере из тех, что я постоянно вижу на съемках, оснащены болтом с одной прорезью, примерно под двухрублевую монету. Поэтому для закручивания и откручивания приходится все время таскать с собой монетку. Или чувствовать себя на паперте, постоянно спрашивая монетки у окружающих. Должен заметить, что и штатив необходим не для всех задач, иногда я езжу на съемке с одним рюкзаком. Ну и, наконец, выводы. Я не хочу сказать, что это все, чем я пользуюсь, и этого достаточно для всех задач. Я хочу сказать, что нужно пользоваться тем, что необходимо. И не осложнять себе жизнь ненужной кучей устройств, которые в итоге использованы все равно не будут. Пишите, о чем бы вы хотели увидеть видеоурок в комментариях. Наиболее интересные темы будут освещены. Стоп, снято.